В холле Зимнего театра для гостей подготовили необычные зоны активности. Здесь и мастер-класс по танцам на колясках, тут же можно было оседлать сани для слэдж-хоккея или встать на горные лыжи. Сегодня сочинцам с ограниченными возможностями доступны 16 видов спорта. Паралимпийские игры изменили жизнь многих сочинцев с инвалидностью. Алексей Голевко и Александр Ермолов после игры увлеклись керлингом. Сегодня они входят в состав краевой сборной. Однозначно жизнь стала интереснее. Хочется стремиться вперед, достигать каких-то вершин. Все время хочется стать на уровень выше. Паралимпийские игры в Сочи стали рекордными по числу участников. 547 спортсменов из 45 стран. Россия установила новый рекорд в медальном зачете. 80 наград, из которых 30 золотых. Инвалид по зрению Римма Абаталова – 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике. Говорит, кроме годовщины игр в Сочи, у российских паралимпийцев сегодня еще один праздник. Нам разрешили выступать на паралимпийских играх именно под своим гимном. Именно 15 марта наша команда восстановлена. И я очень рада этому и хочу всех поздравить наших ребят с возможностью выступления 2020 под своим флагом. На сцене Зимнего театра – танцы на колясках. Артисты еще раз доказывают, что для людей с инвалидностью нет никаких преград. Меньше барьеров стало и в городской среде. Во время подготовки к паралимпиаде в Сочи более 1400 объектов были приведены к требованиям доступности. И спустя пять лет работа не заканчивается. Сегодня в списке уже 1800 объектов. Кафе и магазины, поликлиники и санатории, пляжи и общественный транспорт. Город стал доступен для людей с ограниченными возможностями. Какое направление мы не взяли, от торговли до санаторных курортных объектов, до прогулочных набережных, это все было сделано благодаря Олимпиаде. Все новые здания, которые строятся, неважно какого направления, это отели или административные, торговые центры, мы уже делаем с учетом доступной среды. И эта масштабная работа будет продолжена. Успешный опыт Сочи уже применяют в других городах страны. Ну а главное достижение игр изменилось само отношение к людям с инвалидностью, которые ломают все стереотипы о пределах человеческих возможностей.